13.05 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И в гостях сегодня у меня депутат Госдумы Кирилл Игоревич Черкасов. Кирилл Игоревич, добрый день. Добрый день, уважаемый радиослушатель. Вначале я напомню, как можно задавать вопросы нашему гостю. Это можно было сделать на сайте eho-kirova.ru в разделе «Анонсы». Там сегодня вопросов, к сожалению, нет. Если хотите, можете по ходу программы писать мне в Твиттер. Мы постараемся самые интересные вопросы озвучить. Итак, я предлагаю начать с животрепещущей темы про наш российский сбитый самолет в Сирии. Вот уже сегодня были свежие новости о том, что один из летчиков спасен. Еще вчера Ростуризм рекомендовал всем российским туристам не ездить в Турцию в связи с такой неоднозначной политической обстановкой. Турагентство «Натали Турс» уже приостановило продажу путевок. Как Вы считаете, Кирилл Игоревич, будет ли принято решение о запрете полетов российских граждан в Турцию, точно так же, как с Египтом произошло? Я думаю, что это будет зависеть от позиции турецкого руководства. То есть, если в ближайшее время они выявят, кто отдал приказ на поражение нашего бомбардировщика, кто его исполнял, и соответствующие лица будут наказаны. То есть, позиция государства будет такова, что это несанкционированный сбой в их военной машине. Мы понимаем, что в любой стране есть партия войны, есть партия мира. Мы понимаем, что в Турции большинство населения – это сунниты, и так или иначе они поддерживают вот эти повстанческие движения, которые в Сирии. Но все же должна быть внятная государственная политика, и должен быть внятный ответ руководству Турции, как они относятся к данному инциденту. После того, как они такую позицию проявят, можно будет уже делать выводы, и я так понимаю, что руководство страны их и сделает. Поэтому дождемся их объяснения и их действий на то, что произошло. То есть, еще не факт, по Вашему мнению, что запретят нам летать в Турцию? Я думаю, что это будет зависеть, еще раз повторюсь, от той обстановки и от того, как будет развиваться данный инцидент. Хорошо. Как Вы считаете, как эта ситуация скажется на экономике страны и на гражданах? Потому что, опять же, в случае с Египтом очень многие граждане потеряли деньги. Те, у кого были оплачены путевки, понятно, пострадали туроператоры. Вот эта история с Турцией, как отразится? Я думаю, что здесь как раз вопрос, то, как наше ведомство, которое отвечает за эти вопросы, взаимодействует с данными странами. Мне сложно посчитать, что и турецкий бюджет, и египетский бюджет имеют миллиарды долларов доходов с наших туристов. И обеспечение безопасности наших туристов лежит в плоскости их ответственности. То есть, если эти страны хотят, чтобы наши туристы продолжали посещать эти курорты, если они заинтересованы в этих доходах, то, наверное, логично было бы, если бы они приняли представителей наших спецслужб, показали им всю цепочку прохождения и продвижения наших туристов от аэропорта до отелей, и, соответственно, разрешили бы нашим спецслужбам оценить сегодняшние меры безопасности, которые приняты, и после этого, может быть, даже поучаствовать. Наш лидер Владимир Владимирович Жириновский вообще предложил, чтобы часть бюджета, которую получает и Египет, и Турция, просто передавалась нашим спецслужбам, и они бы обеспечивали контроль за отдыхом наших граждан. На мой взгляд, хорошая идея. Почему бы нет? Деньги лишние не бывают. И плюс мы будем уверены, что там не будет никаких эксцессов в дальнейшем. А как вы себе это видите, чтобы наши спецслужбы обеспечивали контроль за отдыхом наших граждан? То есть это как? Это люди с автоматами на пляже? Или как это выглядит? Да нет, я думаю, что достаточно будет специалистов, которые просто просмотрят работу спецслужб в аэропорту, и что это за службы, как она там налажена, как храняются вот эти вот зоны. Мы знаем, что и там, и в одной, и в другой стране это специальные туристические зоны, и там работают специальные подразделения, которые обеспечивают безопасность туристов. Просто вопрос, насколько эти страны желают пойти на такой контакт, мы увидим от тех предложений, которые они передадут соответствующим нашим спецслужбам, МИДу и другим организациям, которые занимаются туризмом. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, сегодня понятно, что в этой цепочке зарабатывают все, в том числе авиакомпании, которые летают в эти страны, поэтому ничего страшного, если часть этих расходов возьмет на себя принимающая сторона, и я думаю, что с удовольствием эти отели поделятся частью прибыли, в том числе с российскими авиаперевозчиками, с тем, чтобы они обеспечивали безопасный, комфортный перелет наших сограждан. А скажите, пожалуйста, вот лично у вас есть уже планы на новогодние каникулы? Да, есть. Куда вы собираетесь? Владимир Вольфович предложил всей фракции съездить в Великий Устюг на родину Деда Мороза. То есть вы поедете развивать внутренний туризм и путешествовать по России? Да, да, да. То есть фракция ЛДПР практически в полном составе отправится туда, да. Хорошо, я напомню, что это особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. Я предлагаю продолжить, собственно, по вашему основному роду деятельности, по федеральным темам и законопроектам, которые так или иначе курирует, принимает Госдума. Вот давайте поговорим об отмене индексации пенсии работающим пенсионерам. Этот законопроект был принят в первом чтении. Я вчера много времени провела на сайте Госдумы, поэтому знаю, что за отмену индексации проголосовали 242 депутата. Это 53,8 процента. Вот фракция ЛДПР, к которой вы относитесь, не голосовала в полном составе. Почему? Ну, потому что мы категорически против данного законопроекта и выступали в комитетах по этому вопросу, и было бурное обсуждение во время обсуждения в первом чтении. То есть мы не то, что не поддерживаем, мы считаем, что это антинародный законопроект, который категорически нельзя принимать. И сейчас прилагаем все усилия, чтобы во втором чтении хотя бы попытаться изменить ту антинародную концепцию, которая сегодня заложена в этом законопроекте. Вот вы мне знаете, что непонятно, да? Перед моими глазами результаты голосования «Справедливая Россия» голосовала против, там 56 голосов. Понятно, КПРФ голосовали против, 86 голосов. То есть, а почему вы не могли проголосовать против? Почему позиция не голосовать? Это ведь две большие разницы, да? Либо вообще не голосовать, либо голосовать против. Ну, в нашем случае у нас руководитель фракции определяет, как голосует фракция, и зачастую, скажем так, эмоции перехлёстывают. И в данном случае, ну, понятно, что категорически нет по данному законопроекту, поэтому мы не стали выходить из зала пленарных заседаний, чтобы не срывать работу Государственной Думы, но вот просто не приняли вообще участие в голосовании. Ещё раз подчёркиваю, что это не тот законопроект, который сегодня вообще следовало бы обсуждать в Государственной Думе. Есть много более важных проблем. То есть вы ушли с этого? Нет, мы как раз не ушли, мы просто не стали голосовать, да. Ну, вот на самом деле я говорю, что я действительно много вчера времени посвятила изучению вашего сайта, и я обнаружила, что на самом деле таких законопроектов, за которые фракция ЛДПР не голосовала практически полностью, их много. То есть это и бюджет, это и некоторые другие названия, которых я, к сожалению, не помню. Вот, ну, это же работа депутатов Госдумы, да? Либо поддерживать какие-то законопроекты, либо, наоборот, не поддерживать. Просто я не совсем понимаю позицию вообще не голосовать. Вам, руководитель вашей фракции, это как-то объясняет, мотивирует, и если да, то как? Либо просто говорится, что мы не голосуем по этому поводу, и всё. Вопрос всегда стоит в той плоскости, когда есть возможность конструктивного диалога, тогда он происходит. В сегодняшнем составе Государственной Думы, к сожалению, такой диалог практически невозможен, потому что фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия», как правило, поддерживают те инициативы, которые вносит правительство. И зачастую эти инициативы, ну, прям вот против того тренда, против тех настроений, которые существуют не то что в области, среди общества, но среди даже там узкого круга экспертов, которые понимают, что бюджет наполнять надо, надо экономить. Поэтому здесь, ну, скажем, вы говорите, что эмоции, наверное, не должны захлёстывать, но они нас порой захлёстывают, когда мы видим, какие законы принимаются. Тот же самый закон по увеличению платы за проезд по российским дорогам, очень много сейчас о нём говорят, но когда принимался данный законопроект, мы предупреждали, что это будет примерно то же самое, как с техосмотрами и с дорожным налогом. Вы сейчас говорите про большегрузы. Да, да, да. То есть сегодня ни одно средство массовой информации практически об этом ничего не говорит, а мы знаем, какая волна идёт по стране. Да бог с вами. По-моему, столько средств массовой информации об этом пишут, в том числе федеральные. Федеральные очень. Только они только последние два дня начали это писать, а история эта длится уже порядка 10 дней. И на центральных каналах не показывают, как перекрывают целые города и подъезды к этим городам дальнобойщики, что происходит и как их прессует полиция дорожная, как выхватывают активистов и вешают на них вот эти вот штрафы, которые якобы там накоплены за какой-то период, хотя мы знаем, что эти водители, как правило, очень добросовестно это оплачивают, потому что это их основной заработок, это их работа, и ребята отслеживают эти штрафы и платят их регулярно. Поэтому здесь такие двойные стандарты, скажем так. Хорошо, если говорить про этот самый многострадальный протон, уже если мы про него начали, когда принимался этот закон, как вы голосовали? Мы голосовали категорически против данного законопроекта. То есть на этот раз вы высказались против? Да. Очень много водителей большегрузов возмущаются тем, ну, не только самим фактом, да, появление дополнительного налога, штрафов, появление оплат и всех этих непоняток с самой системой. Многие возмущаются еще и тем, что, собственно, бюджет Российской Федерации собирается выделить в первый год работы этого комплекса протон. Я сейчас посмотрю свои записи, чтобы не соврать. 8 миллиардов рублей субсидий планируется заплатить за пользование системой Платон, пардон, он называется, в 2016 году. Это вообще правильно, по вашему мнению? То есть, может быть, нам на этом нужно экономить, а не на индексации пенсий? Ну и в том числе, ведь вопрос организации всегда хотели как лучше, а получилось в России как обычно. Да, мы понимаем, что надо собирать средства для того, чтобы иметь возможность модернизировать и ремонтировать дорожный фонд. Да, мы понимаем, что у нас не все гладко с правилами проезда по дорогам, имеется в виду вес и нагрузка на ось. То есть, это разбиралось все с Министерством транспорта. Но когда по всей стране, не подготовив, не обкатав эту систему, это вводится и вводится сразу, скажем, с очень серьезными штрафами, с очень серьезными ограничениями, то, конечно, это неправильно. У нас есть обращение наших большегрузов, кировских, пермских, которые, например, от 7 до 9 дней простояли в Краснодарском крае, только из-за того, что они не могли найти пункт, где можно оплатить это. То есть, да, у них был груз, они готовы были ехать, но не было пункта, который собирал средства, которые необходимо перечислить. И таких примеров достаточно много. Разговоры о том, что система там опробируется, ну так опробируйте ее в свободном режиме, то есть без обязательных платежей и без штрафов. То есть, это можно сделать, там, на протяжении было сделать, там, двух-трех месяцев, чтобы водители познакомились с ней, чтобы система начала работать. То есть, при таких сборах, которые планируются, эта компания могла бы себе позволить в тестовом режиме поработать хотя бы два месяца, чтобы система там опробировалась. Но этого не было сделано, а сейчас ведутся разговоры о том, что, там, чуть ли не все правоохранительные органы подключились к решению этой проблематики. То есть, подключаться надо на этапе, когда это только планируется, а не тогда, когда уже это свершилось. Кирилл Игоревич, вот в Вашем лице, в нашей студии, сидит федеральный законодатель, то есть человек, который работает на самом-самом верху, и который имеет возможность влиять на все то, о чем Вы говорите. Почему этого не случилось? Потому что большинство в Государственной Думе, это представители фракции «Единой России», наши оппоненты по действующим законопроектам, они очень часто просто не слышат никаких наших предложений, не слышат никакой, не хотят слышать ни о какой дискуссии. А потом, как бы, говорят, что это не мы, то есть это, там, другая партия, наступают выборы, они идут на эти выборы и получают, как мы видим, причем не всегда это открыто и в белую, там, 50%, 55% поддержки, вот вопрос, кто их выбирает и как они потом идут на выборы и опять становятся легитимными. Хорошо, а Вы пытались дискутировать с этими пресловутыми депутатами «Единой России»? То есть, все равно... Песловуты они одни и те же, то есть, они никуда не девались, они уже более четырех лет занимаются законотворческой должностью, деятельностью, и можно посмотреть всю череду законопроектов, которые были буквально в смысле протащены через... Ну, понятно, по этому вопросу, вот, Вы ходили на переговоры, Вы разговаривали, объясняли, контактировали, или совсем нет контакта между депутатами Госдумы? Нет, почему, проводится заседание комитета, на комитете поднимается проект, законопроект, дальше идет обсуждение, а дальше просто поднимаются руки, и комитет поддерживает внесение данного законопроекта и принятие его в первом чтении. Потом его зачитывают в Государственной Думе, мы задаем вопросы, говорим мнение фракции, что фракция ЛДПР категорически против данного законопроекта, они большинством принимают его. Все? Из Ваших слов я делаю вывод, что разговаривать смысла нет. Почему разговаривать всегда есть смысл? Вопрос, что, к сожалению, вот этот созыв, фракция большинства не слышит мнения оппозиции, не слышит мнения экспертов, и самое главное, они не слышат мнения общества и мнения людей, которые живут в стране. А в чем же тогда заключается работа депутата Госдумы фракции ЛДПР? В том, что рассказывать гражданам, жителям, что сейчас вот в этом году уже выборов не будет, но в следующем году будут выборы, и когда Вы пойдете на выборы, Вы просто проанализируете те законопроекты, которые приняты фракцией большинства, как они повлияли на Вашу жизнь, как они повлияли на жизнь Ваших родственников, знакомых, как преобразилась жизнь у Вас в Вашем населенном пункте, в Вашем муниципальном образовании, и подумайте, за кого голосовать. То есть хоккеисты, фигуристы, это, конечно, хорошо, спортсмены, любители природы, это все здорово, но жизнь-то становится хуже, и, к сожалению, экономическая ситуация в стране тоже ухудшается. Вы лично пойдете на выборы в Госдуму 2016 года? Да. Как Вы считаете, вот если вспоминать предыдущие годы, поддержка Единой России, ну, была действительно велика? Может быть, конечно, мы заслужили, да, ту Госдуму, которая у нас сейчас работает. А как Вы считаете, в 2016 году изменится настроение России? Мы очень надеемся, что они изменятся, и люди внимательно посмотрят на ту предысторию этих выборов и на то, что происходит в стране. И ведь неоднократно говорилось, что оппозиция – это не для того, чтобы просто критиковать огульно, а оппозиция для того, чтобы большинство вело себя прилично, и самое главное – прилично по отношению к собственным согражданам. И если этого не происходит, то, значит, мало оппозиции, надо ее увеличивать. Во всех странах, как правило, правящая партия – это 30% максимум, и по 25-30% набирают еще другие партии, создается коалиция. Но не может быть такого, что за последние 10-15 лет мы живем все хуже, хуже и хуже, а количество голосов за правящую партию остается на том же уровне. Но не бывает так. Что они делают? Они в 2016 году вводят новую форму, хорошо забытую старую для них, пополам. То есть половина одномандатники, половина по спискам. Для чего это делается? Чтобы в одномандатное округа поставить хоккеистов, фигуристов, других, как они говорят, уважаемых людей. Да, они уважаемые люди, но они уважаемые люди в спорте, в искусстве, еще в киноматографе, еще где-то. Но они не занимаются законотворческой деятельностью, они не ездят по районам области, они не видят те проблемы, с которыми сталкиваются люди. Потому что, сидя на фуршетах, на концертах и на каких-то выездных чемпионатах мира, этого ничего не увидишь. Вот результат. Поэтому будем надеяться, что люди, во-первых, придут на выборы в 2016 году, а во-вторых, удастся все же заставить эти выборы провести честно. Что, к сожалению, не всегда происходит у нас. Давайте еще про бюджет с вами поговорим. Бюджет, я имею в виду, федеральный. 13 ноября в первом чтении также приняли проект бюджета на 2016 год. Этот бюджет многие называют полицейским и антисоциальным. Многие эксперты. В нем предусмотрено урезание многих социальных выплат. Вот фракция ЛДПР снова не голосовала по бюджету. Один человек, кажется, проголосовал из этих же соображений. Что вы тоже принципиально не согласны? Да, конечно. Ну а как можно согласиться с таким бюджетом? Ну, можно проголосовать против. У каждой фракции своя тактика и свой способ донести свою позицию. Вот если бы мы как-то проголосовали, то, может быть, мы с вами бы сейчас не дискутировали об этом. А не проголосовав, мы вас заинтриговали, и журналисты вынуждены об этом говорить, вынуждены поднимать этот вопрос. То есть это пиар? Почему пиар? Это способ донести свой протест до наших избирателей. Вот смотрите, я на одном из порталов вчера читала, что у фракции ЛДПР есть свой альтернативный проект бюджета и свои варианты. Можете ли вы озвучить свои предложения по формированию бюджета 2016 года? Что, по вашему мнению, надо добавить, что убрать? Ну, предложения фракции я имею в виду, если они есть. Предложения фракции – это порядка 43 страниц, которые мы предоставили правительству. Ну, я понимаю, что много. Основные? Основные – это, конечно, поменять приоритет расходования средств в пользу увеличения и индексирования пенсий, стипендий, вернуть расходы на науку, технологии, на инфраструктурные проекты. Ну, и, конечно, при разговоре об основных источниках, откуда это профинансировать, то есть мы говорим, что давайте вернем госмонополию на алкоголь, табак и сахар, введем валютное регулирование для юридических лиц перевод валюты за рубеж без контракта должен быть запрещен. Банки, которые получают средства из Центрального банка, то есть от государства, не имеют права участвовать в валютных играх. И заменить налог на добавочную стоимость налогом с продаж. Для налогообложения ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили больше. То есть мы не трогаем людей с обычными доходами, не трогаем людей, которые занимаются малым бизнесом. Мы говорим о тех, кто получает сверхдоходы. Об этой прогрессивной шкале уже говорят настолько много. Почему до сих пор это не принято? Потому что фракция Единая Россия в большинстве находится в Государственной Думе. Слушайте, у нас получается с вами любой вопрос упирается в то, что в Государственной Думе большинство фракций Единая Россия. Мы же с вами живем в правовом государстве. Если это высший законодательный орган и там большинство Единой России, как мы можем обойти это с вами? Я вам могу больше сказать, что нету в поселке Рудничном тепла. Это в принципе отголоски того, как голосуют Единая Россия, как они принимали 131 ФЗ. Плохие у нас дороги – это такая же история. То есть это история, связанная с Росавтодором. Мы давно говорили, что давайте налог на транспорт перенесем в топливо. Они не хотят это делать. Почему? Потому что крупные нефтяные компании не заинтересованы в этом. Посмотрите монопольную «Лукойл» на территории Кировской области. Там, по-моему, уже восьмой или девятый год. Объясните механизм. Почему в этом не заинтересованы крупные нефтяные компании? Потому что тогда надо будет по-другому считать выручку с АЗС и показывать поток. То есть налоговая инспекция наконец узнает, сколько они должны реально платить налогов. Кассовые чеки будут отбиваться и будет понятно, какой объем топлива продается через АЗС. Будет прозрачная история. Бюджет получит в два раза больше. Немного не поняла логику. Вроде кассовые чеки и сейчас отбиваются. Налоговые не так внимательно смотрят, какое топливо, в каком объеме, в каком качестве продается на АЗС. Там есть где поискать и точно можно что-то найти для налогов и для бюджетов. У нас, кстати, депутат нашего УЗС Дмитрий Русских как раз предлагал отменить транспортный налог. Мы все платим акцизы. Почему имеет место быть двойное налогообложение? Это на самом деле инициатива фракции ЛДПР. Я на самом деле не буду здесь с вами спорить, потому что, опять же, об этом говорят много и давно. И разные инициаторы с этим выступают. Но вы верите, что это произойдет, что это может произойти в существующих экономических реалиях? Я думаю, что если в 2016 году произойдет то, что должно произойти, и ни у одной из партий в Госдуме не будет большинства, то все вот эти вещи будут реализованы в течение года, потому что иначе коалиционное правительство не сможет работать. Слушайте, просто тогда получается, что в таком составе надо Государственную Думу буквально завтра разогнать. Ну, мы давно об этом говорили, что давайте посмотрим, как скромно умолчали о госмонополе на алкоголь, табак и сахар. Нет, не умолчала абсолютно. То есть здесь однозначно доходы извлекают частные лица. Давайте посмотрим, сколько эти частные лица платят. Вот это, опять же, вопрос прогрессивной шкалы налогообложения. Давайте посмотрим. Я смотрю, вы с цифрами пришли. Вот они как раз и есть. То есть это там более 100 миллиардов рублей в год для бюджета, если это будет принято. А налоги, которые платят они сегодня, они в десятки раз меньше. То есть просто вернем то, что должно быть возвращено на сегодняшний период. Если других источников у бюджета нет. Если мы сегодня свой бюджет формируем за счет нефтегазового сектора, то давайте посмотрим, как формируется в нем добавочная стоимость. То есть в основном мы нефтегаз продаем в непереработанном виде. А уже наши партнеры в Европе, в Азии, они соответствующим образом на своих громадных комбинатах перерабатывают наше сырье. И потом нам же его возвращают. То есть мы сейчас не говорим про тучные годы, когда бюджет был там сверхдоходным и можно было направить деньги на строительство таких химических комбинатов на территории Российской Федерации. Мы говорим, что сейчас начните это делать. Что мешает? Ни одного комбината не заложено, ни одного крупного инфраструктурного проекта в этой области пока не предложено. А то, что предлагалось на Дальнем Востоке, к сожалению, сейчас в связи отсутствия финансирования подвисло. Вот я предлагаю вернуться к этому вопросу после рекламы. Нам, к сожалению, сейчас нужно прерваться. Я напомню, что это особое мнение депутата Государственной Думы Кирилла Черкасова. Мы прервемся на две минуты и очень скоро снова вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм программу «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Она против меня все так же сидит депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов. Кирилл Игоревич, давайте немного продолжим про госмонополию на табак, алкоголь и сахар. А предприятия Вы предлагаете национализировать? В том числе и такой путь. Почему нет? А Вы не считаете, что российский бизнес тогда вообще с хрустом загнется? Он и сейчас постановит. В российском бизнесе, к сожалению, по табаку менее 3% принадлежит россиянам, так или иначе. По спирту и сахару там отдельная история, которую только ленивый, наверное, уже не обыграл и не высказался на эту тему. По поводу эффективности тех управленцев, которые сегодня занимаются этим вопросом. Ну и, соответственно, по сахару, как это все сделано в сегодняшней ситуации. То есть настолько непрозрачно и настолько мало получает бюджет страны от этого, что давно пора ввести эту госмонополию. А национализировать на совсем или на какой-то период Вы предлагаете? По каждой отдельной из позиций, это на отдельный определенный период, пока не будут выработаны меры, которые позволят не только контролировать. Сегодня ведь не проблема контролировать объем потребления, но и, соответственно, какая прибыль там формируется. Эти цифры известны, они доступны. То есть дальше можно просто посмотреть, на какой период это вносится. А потом таким же образом, только уже в белую, не как в лихие 90-е, когда за копейки покупались эти предприятия. Иногда вообще за них ничего не платилось, то все их забирали за долги. А потом цивильным образом продать это через биржи, через аукцион. Кирилл Игоревич, вот в конечном итоге, да, результатом всего этого должно стать наполнение бюджета, в принципе, ради чего мы с Вами все обсуждаем. А скажите мне, пожалуйста, депутаты Госдумы не хотят на своей зарплате поэкономить? Насколько я знаю, 420 тысяч рублей в месяц это из открытых источников зарплаты депутата Госдумы. Ну, у Вас завышенная, то есть у нас, во-первых, она не 420, а плюс Вы не забывайте те налоги, которые мы платим. А сколько? Она сегодня в районе 300 тысяч. Ну, хорошо, ладно, но вопрос остается. Вы не хотите урезать немного свою зарплату и тем самым сэкономить деньги для бюджета? Владимир Вольфович обсуждал эту историю, он предлагал на форумах, чтобы это сделали все чиновники. И мы готовы были выступить инициаторами за счет себя это сделать. В принципе, вот то сокращение 10% это как раз инициатива депутата Жириновского по этому поводу. Но, к сожалению, чиновники не пошли. И самое главное, что мы требовали, чтобы точно так же представители госкомпании, в том числе тот же «Газпром», «Роснефть», то есть они ограничили свои аппетиты, особенно так называемые «золотые парашюты» и выплаты руководителям компаний. Наверное, видели в прессе, там буквально неделю назад это мелькало, сколько получает руководитель «Газпрома» сегодня. То есть это фактически чуть меньше 5% бюджета Кировской области один человек получает годовое, плюс эффективность работы этого менеджера. То есть мы готовы пойти на сокращение своих зарплат, но это должно быть, наверное, по всей линейке госчиновников именно федерального уровня. И ни в коем случае мы не поддерживаем сокращение заработных плат в муниципалитетах и той части, которая сегодня отводится как раз для чиновников, которые работают в сельских поселениях, в муниципальных округах. То есть вот там... Там сокращать нечего, по-моему. Да, то есть там не то, что нечего сокращать, мы наоборот считаем, что там надо увеличивать мотивацию, потому что сегодня все меньше и меньше грамотных, образованных людей идут в эту сферу. И, к сожалению, там периодически возникают скандалы, потому что из-за отсутствия финансирования бюджет трещит по швам, а правоохранительные органы накладывают на них штрафов. И тот же глава там сельского поселения задает мне вопрос, а как я могу заплатить штраф там 60 или 70 тысяч рублей, которые на меня накладывают, если я не могу ничего сделать, у меня нет источника финансирования. — Кирилл Игоревич, а как Вы относитесь к инициативе Вашей коллеги по Государственной Думе из Вашей же фракции, которая предложила ввести возрастной ценз для депутатов Госдумы, не избирать депутатов старше 70 лет? — Неоднозначная инициатива. Она, с одной стороны, имеет под собой определенную социологическую подоплеку, но, с другой стороны, не только, наверное, мои коллеги, но любой депутат имеет право на законодательную инициативу. Он, когда ее готовит, общается, советуется с экспертами, поэтому, если госпожа Черкова представит мнение экспертов, кто ей натолкнул на эту мысль или кто ей помогал готовить законопроект, ну, с удовольствием ее послушаем, прочитаем, что имелось в виду, почему нет. — Многие говорят, что копают там под Старожилов, да, под Зюганова, под Жириновского. Вы так считаете? — Я думаю, что нет. То есть, под конкретную личность вряд ли кто-то будет копать. Скорее всего, это что-то связанное, наверное, с какими-то физиологическими процессами, еще с чем-то. То есть, надо просто, еще раз говорю, внимательно посмотреть те документы, которые будут представлены на обсуждении. — Ну, хорошо, давайте с вами еще поговорим про капитальный ремонт. Один из ваших коллег в Кировском ЗАГС собрании, это Николай Дубравин, предложил оплачивать капремонт после проведения работы. Вот вы ведете какую-то работу на федеральном уровне по этому вопросу? Если да, то какую? — Мы с Николаем Григорьевичем ведем эту работу уже с того момента, как был принят этот законопроект. И многие инициативы как раз пытаемся обкатать на региональном уровне, потому что, конечно, это проще делать, прежде чем выходить на федеральный. — Я считаю, что это одна из его инициатив, всего у него больше пяти. Даже то голосование, которое было в стенах нашего АЗС, показывает, насколько это актуальный вопрос и насколько коллеги понимают, что надо что-то менять. — Да, 20 за и 21 против. — Мы понимаем явно, что за присоединились коллеги, в том числе из фракции «Единая Россия» и поддержали это. Потому что, конечно, те поборы, которые сегодня через этот сбор организованы, они, на наш взгляд, носят просто антинародный характер. И если там, как нам говорят, вот ничего страшного, если там 250-300 рублей с квартиры, кто-то будет что-то платить. Но мы тогда коллегам задаем вопрос, это для вас может быть ничего, а для человека, который получает пенсию 9, 10, 11 тысяч рублей, и ему эти 250-300 рублей, там, 350 рублей, это достаточно существенная цифра. — И это первый вопрос. А второй вопрос, что как эти средства будут распределяться, и когда они всё же увидят, и когда их дом будет отремонтирован. Потому что я вот часто сообщаюсь с избирателями, с гражданами, и мне бабушки задают вопрос. Мы, говорят, и так всю жизнь работали на страну, у нас мизерная пенсия, и я понимаю, что у меня сейчас вот будут там 3-5 лет, дай бог там, чтобы бабушка как можно дольше прожила. Но я не увижу этого ремонта, потому что там в планах 35-й год, там 27-й год. То есть, ну это просто социально нечестно по отношению вот к этой категории граждан такие сборы осуществлять. Поэтому я считаю, что Николай Григорьевич абсолютно правильно ставит вопрос, что сначала сделайте ремонт, а потом собирайте за выполненный качественный ремонт деньги. Ну хорошо, смотрите, здесь в Кировской области в итоге эту инициативу не поддержали, да, 21 депутат всё-таки был против. Что дальше? Дальше мы сейчас будем вносить здесь подобный законопроект, и на федеральном уровне у нас периодически идут такие законопроекты. То есть, я думаю, что мы всё равно добьёмся того, чтобы вот в том виде, в котором есть этот законопроект, он был нивелирован нашими поправками. Как Вы считаете, это произойдёт в какой-то ближайшей обозримой перспективе? Когда? Я думаю, что это начнёт происходить ближе к лету, когда господа-единородцы выйдут на предвыборную кампанию, и приезжая в район и собирая, как они это любят делать с гармошками, залы, начнут отвечать на вопросы граждан, которые будут приходить на эти встречи. А где наши проинденсированные пенсии? А что с нашими деньгами, которые Вы уже год с нас собираете на капремонт? А что у нас с ценами на продукты питания, потому что Вы ввели вот этот налог на большегрузные автомобили? А почему у нас не ходят автобусы? И почему у нас нет муниципального транспорта? Вот когда эти вопросы начнут им задавать в лицо, вот тогда они задумываются, и, может быть, я даже более уверен, наверняка, что-то постараются летом принять такое, чтобы как-то причесать или загладить все эти вопросы. Кирилл Игоревич, одна минута у нас осталась. Давайте коротко про Рудничный. Там очень критичная ситуация с отоплением. Что Вы делаете, чтобы людям помочь? Ну, во-первых, мы обратились к губернатору с тем, чтобы он, наконец, навёл порядок в Кагупе об Коммун-сервис. И если господин Баранников Игорь Владимирович, это директор Кагупа, летом не удосужился вовремя провести контракты и подготовиться к зиме, то, наверное, ну, как минимум он должен понести заслуженное наказание. И хотелось бы, чтобы это было публично. Хотелось бы, чтобы публично господин Михеев рассказал, чем он занимается, на какие там выставки и ярмарки он постоянно ездит. А ситуация с ЖКХ, с топливно-энергетическим комплексом в области всё хуже и хуже. Вы же депутат Госдумы. Вы ведь эти вопросы публично господину Михееву можете задать. Мы задаём ему эти вопросы, мы запросы ему пишем. И на основании этих как раз ответов мы видим, что занимается вопросами пока поверхностно. То есть пока какие-то проекты на будущее, которые, на наш взгляд, сегодня не актуальны. Сегодня надо заниматься тем, чтобы было тепло, чтобы был какой-то финансовый запас, чтобы можно было вовремя заменить котёл, вот так, как сегодня в Рудничном происходит. Понятно, что конкурсы, понятно, что ФЗ. Но ведь есть какие-то чрезвычайные меры. То есть губернаторов вправе это сделать на данной территории. И тогда быстро решить вопрос. А дальше уже там определяться, кто будет чинить или кто будет поставлять, или кто будет виноват. Сегодня главная задача решить вопрос, чтобы в квартирах не было плюс 10. Хорошо, ещё морозов сейчас нет сильно. Но как людям жить, как детишек встречать из школы, из садиков, когда в квартире у тебя плюс 10? Как пенсионерам быть в этой ситуации? Там всё-таки меняют котёл. Ну, надеемся, что сейчас активно этим будут заниматься и господин Баранов, и господин Михеев. Я благодарю вас за эфир. У меня, к сожалению, закончилось время. У нас закончилось время. Я напомню, что это было особое мнение Кирилла Черкасова, депутата Государственной Думы. Меня зовут Юлия Афанасьева. Спасибо вам за эфир. Спасибо, Юля. Всего доброго и до свидания. Спасибо.